Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, и сегодня в данном коротком видеоролике разберем назревающий, но не назревший конфликт между Стасом Васильевым и Дмитрием Ларином. Ну что ж, свет, камера, мотор! Вообще, основная причина, почему я записываю данный видеоролик, так это потому, что у нас со Стасом Васильевым, оказывается, есть общий друг в ВКонтакте. Я так воодушевился, решил, запишу-ка я этот ролик, попаразитирую на популярности моего знакомого Александра Мунчака, его дружбе со Стасом Васильевым, и может быть ко мне придет аудитория, Стасик это увидит, меня прорекламирует, у меня будет больше подписчиков, больше просмотров, и я буду также сидеть на бусте, просто пиздеть в камеру и зарабатывать на этом деньги. Вот бы было бы здорово! Ладно, довольна этой клоунадой, это просто действительно забавное совпадение, не думал, что такое может быть, хотя, камон, мы в таком мире живем, сейчас каждый второй видеоблогер, каждый второй из видеоблогеров плюс-минус популярен, поэтому, а почему бы и нет? Ладненько, давайте про конфликт, который зарождался, но не зародился, а точнее стал каким-то очередным кривым высером в большей степени со стороны Дмитрия Ларина. В чем суть, если вы не знаете, хотя, если вы смотрите этот ролик, скорее всего, вы знаете, ибо вам известен Стас и известен Ларин, по другой причине, зачем смотреть этот видеоролик. Только если вы мой подписчик, который ни хера не смотрит мои ролики, ну это ладно, сегодня постараюсь без оскорблений, но у хому, как говорится. В чем суть? Пару месяцев назад Ларин сделал видео, в котором в очередной раз обвинил Стаса, что тот над ним потешается, постоянно вспоминает, клевещет и бла-бла-бла-бла-бла, бездоказательное бла-бла-бла, и что, мол, если Стас ничего не сделает, то он, то бишь Ларин, что-то сделает сам. И вот две недели назад, по-моему, вышел дисс на Стаса от Ларина, собрал сейчас порядка 320 тысяч просмотров, господи, какой же это кринж, какой дисс. И пока что Стас не реагирует на это, не выпускает никаких ответок, я надеюсь, никаких ответок и не будет. К чему ролик-то? Ролик к тому, что я очень надеюсь, что те люди, которые его сейчас смотрят, то бишь вы, мои дорогие, вы именно как раз фан-база, ну и просто подписчики или зрители Ларина и Стасяна, и как просто, и вы им в комментарии напишите следующий мой месседж. Во-первых, Диме, Дима, хорош заниматься этой хуйней, серьезно, но не получается у тебя в критику и не получается у тебя в диссы. То, что у тебя когда-то было шоу Ларин против, это было тысячу лет назад, и это никакого отношения к критике не имеет. То, что у тебя это тогда стрельнуло, просто потому, что на тот момент такого формата видео было немного на просторах интернета, а у тебя к тому моменту уже был плюс-минус базис подписчиков. Соответственно, для людей это ново, а мне это смотрят и распространяют в массы. Ты же сидишь такой и считаешь, какой же я классный критик, как я могу всех разбирать по полочкам. Нет, Дим, нет. И то же самое касательно диссов. Да, у тебя был оглушительного успеха дисс на Николая Соболева, но опять же, когда это было, 16-й год, когда диссы тоже были в новинку, и когда ты сделал дисс, ты тоже был блогером с достаточно большой аудиторией, и, естественно, публика это подхватила, а дальше какие у тебя были диссы? Что-нибудь так же взрывало? Что-то не припомню такого. В общем, Дима. И зрители Димы сообщите Диме, что хорош заниматься этой херней. Лучше музыкой занимайся. Я вот честно скажу, некоторые треки Ларина у меня есть в музыкальной подборке в моем плейлисте. Вы можете сказать, что я говноед от звука? Ну, пошли нахуй тогда. Я не только Ларина слушаю. У меня и Депишмот, и The Doors, Pink Floyd, Аквариум, анимация, куча всего. Но у Ларина действительно тоже есть приятненькие треки, которые можно иногда послушать. Знаете, это как с супом. Надо добавить соль, надо добавить сахар, сбалансировать вкусы. Понятные аналогии? Так вот, поехали дальше. Дима, музыка. Совершенствуй музыку. Там у тебя плюс-минус получается. И ты же любишь путешествовать по всяким там Пупуа, нахуй, ахуею Гвинея, вот этому вот всему. Ну так снимай про страны. Снимай как там жить, как выживать, как там работу найти, какие там блюда, какие транспортные развязки, какая инфраструктура. Как можно прожить в той или иной стране за 10 тысяч рублей, за 50 тысяч рублей, за 100 тысяч рублей, сравнение сделать, посоветовать что-то. Я помню, у тебя был еще такой знакомый дружок-блогер, которого ты особо недолюбливаешь, это Руслан Усачев. И у него было тревел-шоу, которое вроде как он сейчас не ведет из-за всем понятных ситуаций. Ну так начинай вести такое шоу ты. Было бы намного интереснее, нежели какие-то срачи на пустом месте. Твоя честь и достоинство задели. Да кто когда. Ты сам это просто вспоминаешь и взращиваешь, как какую-то опухоль. Хорош, камон, Дима. Завязывай, хватит. Твоя та старая популярность прошла. Займись чем-нибудь другим. Пожалуйста, пожалуйста. Ну а теперь к Стасу, к зрителям Стаса, которые, возможно, ему это допишут. Стассян, не отвечай, не отвечай. Единственное, как ты можешь ответить, это записать диск, который получит 50, я не знаю, миллионов просмотров. Но вряд ли такое будет с учетом нынешнего интернета и отношению к тебе, как вещателю новостей. Вряд ли 50 миллионов будет. Другого не надо, потому что нужна именно взрыв, бомба, пушка. Прям бабах, чтоб был. Лучше не реагировать. Пусть Дмитрий там вот так и заткнется. Я думаю, это лучшее видение, не знаю, этой войны. Вообще, тут у меня другое еще в голове сидит. То, что взрослые мужики всем за тридцатку. И занимаются какой-то херней, подъебывая друг друга. Или пытаясь подъебать друг друга. Вообще делать больше нечего. Ну, в принципе, этим сейчас и я занимаюсь. Мне тоже за тридцатку. Работаю, налоги плачу. И что-то тут высираю в интернете. Но у меня есть оправдание. Я нашел общего друга и хочу популярности на этом фоне. Меркантильный, сука, блогер. Не, ну серьезно. Я на ютубе с 2009 года. Камон. Может, мне тоже маленький кусочек пирога. Маленький. Вот такой вот. Не знаю, что вам еще сказать. Это такой полусумбур. Просто вот хотел выговориться по этому вопросу. Опять же, потому что это интернет. И люди здесь это размусоливают. Какие выводы сделать? Простые. Хватит заниматься херней. Вот. Я сказал, как лучше поступать тому или другому. Я думаю, вы со мной согласитесь. Если не согласитесь, ну и, блядь. Что я сделаю? Ничего я не сделаю. Самое главное, я хотел бы поймать под роликом какие-нибудь комментарии характера. Вообще-то у них несколько миллионов просмотров каждый день. Миллион подписчиков. А ты нахуй никто. У тебя даже тысячи подписчиков нету. Вот очень хочу такие комментарии. Потому что сразу в этом видео до твоего комментария я дам тебе ответ. Мы все одно и то же белковое соединение. Мы все налогоплательщики страны, в которой живем. И все мы имеем выражать свою точку зрения. Как и, сука, ты под моим видеороликом. Вот. Хотя твой комментарий я могу удалить. Потому что это мой канал, который я взращиваю более 10 лет. Вот такая вот несправедливость. Ладно. Без обид. Ноу-хому, как говорится. Всем гачем, уча, всем любовь. На этом все. Не буду более затягивать. Ролик и так получается порядка на 10 минут. Зачем разводить воду? Ну, только если для того, чтобы он был действительно 10 минут плюс. Чтобы YouTube его лучше ранжировал. Ну, вы сами знаете эти правила. Монетизация, конечно, отменена. Но все равно хочется, чтобы люди тебя побольше послушали. Чтобы из-за этого видео распространилось. И чтобы еще больше людей потом тебя послушали. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Комментируйте. Все это очень хорошо. Вот бездействие это плохо. Но если вы до этого момента посмотрели, то вы уже не бездействовали. Так что я вас поймал в ловушку. Ну, на этом все. С вами был, есть и будет всегда Данила Рыжкин. Самый субъективный бородач на всем YouTube, во всем интернете. И самое главное. Не будьте нормальными. А то будете взращивать каждый раз всякие вот такие вот срачи на пустом месте. Пытаясь что-то урвать неосязаемые и приятных эмоций не доставляющие. Будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok